Приветствую вас. Пожалуй, самое неприятное в этой ситуации то, что вы пытаетесь справляться с тем, что, условно говоря, происходит. То есть, вы пытаетесь, ну, бороться, что ли, с своим чувством вины, которое у вас есть, тогда как, но у вас присутствует, и я думаю, что было бы лучше, если бы вы от него не бежали, если бы вы постарались просто его, условно говоря, принять. И приняв его, смогли бы увидеть, что вам делать дальше, смогли бы увидеть, как вам двигаться дальше, потому что, избегая в данном случае чувства вины, вы избегаете саму себя, избегаете сами себя, точнее. И хорошего в этом, как мне кажется, ничего для вас не будет. Ключевой момент в том, что вы склонны не прислушиваться к себе, вы склонны стараться подстраиваться в какой-то степени против других людей, и склонны всем угодить. Вот, ну, всем угодить невозможно, вот, поэтому ваша затея, как мне кажется, да, заведомо обречена на неудачу в какой-то степени. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что необходимо работать с личными границами, вот, и с тем, насколько вы свободны в отношениях с людьми, потому что, мне показалось, мне показалось, что вы не свободны, это первое. Второе, из вашего сообщения, как будто бы идёт такая мысль, что какая-то я не такая. Как будто, не знаю, как будто что-то со мной не так, как будто, вот, мне, там, не очень комфортно просить деньги, там, допустим, у, у того же мужа, да? Вот, как будто, я чувствую себя обязанной. Вот, понимаете, то, что вы чувствуете себя обязанной, я бы сказал, не младенца тем, что ваша жизнь существенно осложняет. Потому что вы чувствуете себя должной всем, да? Как? Я, правда, не понял, между кем с тремя людьми. То есть, вы говорите про маму и про мужа, может быть, вы ещё имеете в виду своего отца, но про отца, про отца вы практически ничего не говорите. Вообще, муж имеет право занимать любую позицию, какую он хочет, это его исключительное право, никто это право у него забрать не может. Ну и вы, как мне кажется, тоже можете занять любую позицию, какую вы хотите. Другое дело, что он чувствуя жертвой себя в определённые моменты, вы можете быть более, как мне кажется, предположены к тому, чтобы спасать других. И мне кажется, что в этом контексте вы склонны свою маму спасать. То есть, вы, конечно, можете действительно дать ей денег из числа благодарности, но как бы не спасительство ли это, если вы уверены, что нет? Если вы, если вы считаете, что нет, если вы считаете, что это не спасительство, то тогда я думаю, я думаю, что нет ничего страшного, если вы, ну, за детьми маме. Нет ничего страшного, если муж, там, против и так далее. То есть, как бы, это ваша мама. Но важно, чтобы в этой ситуации, где присутствует множество ожиданий других людей от вас, чтобы в этой ситуации вы были внимательны к себе сами. Чтобы вы не упускались из виду то, что важно именно вам, а не кому-то другому, например, маме или, например, вашему мужу или даже отцу. Потому что все эти люди, в принципе, преследуют свои цели. Все эти люди, в принципе, преследуют свои какие-то задачи. И это более чем нормально, это более чем адекватно. Но вам, как бы, забывать про себя категорически не рекомендуется. Я думаю, что именно ваши фрукты, которые имеют место в виду, связанные с тем, что родители перекладывали нас. И прикладывают до с тех пор, как мне кажется, частично, свою ответственность на вас. То есть, вот, делают, как бы, вас соответственно за их проблемы. И муж, в какой-то степени, тоже делает сам. С другой стороны, многое касается ваших с ним взаимодействий и взаимоотношений. Поскольку деньги мужа, то логично, что он может не хотеть, чтобы они, эти деньги, попадали к маме. Потому что, ну, это его средства, он ими имеет право распространяться. И здесь, как мне кажется, многое зависит от того, как вы друг с другом взаимодействуете. То есть, иными словами, если вы со своим мужем имеете достаточно доверительные, хорошие, теплые отношения, если вы со своим мужем имеете такого рода отношения, то договориться всегда можно. Но если у вас с мужем есть определенные трудности, есть определенные сложности, потому что он вас подозревает и так далее, то, конечно, договориться гораздо сложнее. Вот. И отсюда моя идея заключается в том, что, возможно, не слишком-то вы соблюдаете свои границы в контексте мужа. Вот. И в таком случае это тоже может быть проблемой. Вообще, глобально, если мы говорим о чувстве вины, то здесь стоит иметь в виду именно, с одной стороны, злость и агрессию, с другой стороны, это может быть и стыд, запрет на определенные изменения, это может быть привычка затыкать себе рот самостоятельно, особенно если вам не позволяли говорить в детстве и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, ну, некоторый такой запрет на свое мнение, про то, что это вам может быть, ну, выражаться запрещает, а вот по помощи вашей пользуются только так. Вот. Кроме того, если ваша мама разводится, то, как бы, ей, соответственно, нужна юридическая помощь, и помогут, как бы, решить вопрос обеспечения, если она не работает. Она не работает. Вот. Ну, почему-то мне кажется, что она не особо заинтересована в том, чтобы работать. Вот. А я здесь могу быть не прав. Вот. Я могу быть не прав. Но мне почему-то так показалось. Вот. Такой момент. Вот здесь. Так. Что еще я бы сказал, да? Вот, вы говорите про версию событий. Какой версии событий принимаете вы тогда, тогда, тогда. Вот. То есть это такой вот тоже достаточно разный момент. То есть согласны ли вы с папой или согласны ли вы с мамой. Может быть у вас и своя точка зрения. Понимаете? Да. Мне кажется, что вы ищете вы здесь виноватых и правых. Вот. Хочется сказать вам, что их не бывает, потому что в любом конфликте ответственны оба человека. За любой конфликт ответственны всегда оба человека. И ваша мама и ваш отец оба ответственны одинаково за тот конфликт, который у них происходит сейчас. Но понятно, что каждый из них будет тянуть одеяло на себя. Понятно, что каждый из них будет пытаться выставить жертвы именно себя. Это практика достаточно распространенная. Вот. И требуется уверенность о себе и четкость личных границ. В определенной степени чувствительность требуется. Нужно понимать, что чувство вины это не чувствительность. Это скорее самопичевание. Определенная чувствительность, чтобы искренне демонстрировать согласие с чем-то и не согласие с чем-то. И вот здесь напрашивается такое слово, хотя я не совсем с этим словом здесь согласен, но мне кажется оно идеально подходит к ситуации. И смиренно относиться к вероятной обиде кого-то из ваших близких, когда вы кому-то отказываете. Потому что обижаются на отказ люди не потому, что вы им отказали. Как правило, люди обижаются по той причине, что они привыкли к тому, что вы не отказываете. Вот именно то, что вы привыкли. То, что вы приучили людей к тому, что вы не отказываете. То, что вы приучили близких людей к тому, что вы там условно в какой-то момент приходится им на помощь. И то, что эти люди, может быть, с детства требовали от вас, а я не знаю, чтобы вы там были ночью в этой стране, конечно, не буду сообещаться, если вы сейчас вдруг измените свое поведение, потому что это против их ожиданий. Это нормально. И требуется, конечно, определенная поддержка вам для того, чтобы с этим справиться. Потому что, как можно было заметить, вы в целом склонны от своих ощущений убегать. От вещей, которые вам неприятны. В частности, это касается вот этого чувства вины. В них, в котором, если это поисследовать, можно увидеть другие, разного рода направленные эмоции. Которые совершенно к чувству вины могут не относиться. Вот. Например, это злость, например, это непринятие чего-то и так далее. Вот. Поэтому, в первую очередь, здесь есть подозрение, если вы пытаетесь их спасти. Это треугольник Гарпмана. Вы можете решить его самостоятельно. Вот. Обратится такое. Увидеть в этом треугольнике Гарпмана себя как спасителя. Я очень надеюсь, что вы увидите, что вы жертва в этой ситуации. Вот. И начать работу по выходу из жертвы. Вот. Мне кажется, какой-то такой ответ можно вам дать с точки зрения психологии. Вот. Сейчас. Эм. Так. Значит. Я прочитаю ваш текст, чтобы так. Муж внутри против мамы. Она живет самым романом. Человек тяжелый и периодически приходит сидеть с нашим сыном два года. Ну. Эм. Эм. Странная база у вашего мужа. С одной стороны она категорически против нее. С другой стороны она приходит сидеть с вашим сыном. Возможно, неплохо было бы выяснить, в чем именно он против нее. Ну. То есть вот конкретно. Что сделал. В чем именно он против нее. Ну. Так. Эм. Муж знает, что сейчас она живет сама без плата. Сыном. Неверега была отрукать. Короче, что будет в любой финансовой помощи с моей стороны. Опять же. Важно понимать здесь позицию вашего мужа. Вот так. Потому что позиция не однозначная. Позиция спорная. Ну. Конечно. Тут. Может стоять вопрос. Денег. Радость. Ну. Насколько. Ваша финансовая помощь бьет по вашему бюджету. Вот. Но. В целом. Против любой помощи. Если я правильно вас. Ну. Если я правильно вас понял. Да. Вот. Это. Конечно. Нужно выяснить. Нужно выяснить эту позицию. Вот. Что это. Солидарность. Как бы это. Но. Насколько вам это откликается. Насколько вам это откликается. С точки зрения моральной. Моральных соображений. Это очень важный момент. Вот. Мне кажется. Вот. Здесь. Мягко говоря. Какая-то двояка. Я дорачиваю деньги. В основном на месте дома. Еда. Различные средства. Собей не забываю. За месяц зарабатываю 40 тысяч. Ничего. В общем то. Мы же не приезжаем. На мелкие нужды. Вот это очень странно. Как будто. Вы ему не очень доверяете. Как будто вы с ним не очень близки. Потому что. Что такого. В конце концов. Если вы. Простите. Уму. Что-то. На мелкие нужды. То есть. Понимаете. Вот. Какое здесь. У меня. У меня. Чувство. У меня чувство. Что вы. Как будто бы. С ним. Считаетесь. Как будто бы. С ним. Бодает. Считает типа. Что. Я вот у тебя не брачу ничего. Поэтому. Дай ей. Я там. Условно. Подниматься. Своим. Своей маму помогу. Вот. Ну здесь. Двоякая история. С одной стороны. Может. Он. Живет. С вами. И. Как бы. Зенат на вас. Может. Может. И. Должен. Наверное. Если. И. Что-то. Делать. Для кого-то. То. Делать. Логов. Не. Для. Мамы. Но. С другой стороны. Если вы. Сами. Помогаете. Тихий. Тогда. Должна. Быть. Более. Уверенная. Позиция. Не. Такая. Позиция. Что. Ничего. Умуля. Не брошу. И. Вообще. На. Дом. Эта. Позиция. В. Более. Уязвимую. Более. 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 Низкую. Позицию. Вы становитесь. Позицию. Ну. Позицию. Ниже. Чем. Например. Позиция. Вашего. Допустим. Позиция. Вашего. Муза. Допустим. Вот. Понимаете. Какая штука. Поэтому. Я бы сказал. И. Вашего. И. 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 это именно мораль. Так, он мне покупает одежду, вылазит отдыхать, крупные покупки делает он. Ну, то есть, опять же, он вас по сути содержит. Да, вы зарабатываете, но он вас содержит. Я не говорю, что это как-то плохо, что он вас содержит, не говорю, как-то, что вы плоха. Ни в коем случае не хочу так сказать. Ну, вот. Но, можно сделать для вас достаточно. Ну, вероятно, как мне кажется. И, возможно, поэтому считает, что, как бы, помогать маме еще не нужно. Вот. Короче, здесь чувствуется, что вы не самостоятельны, к сожалению. Ну, чувствуется, что вы не самостоятельны. Чувствуется, что вы зависите достаточно сильно от моря, потому что вам покупают одежду, водят отдыхать. Ну, вот. И чувствуется, что вы ощущаете себя неловко, когда, ну, бросите у него денег почему-то. Вот. То есть, вам бы сверла вот с этим моментом. С моментом отношения к своим потребностям разобраться. Вот. Сейчас это выглядит больше как, знаете, такая, ну, такая детская позиция сейчас выглядит. Понимаете? Вот. Мне не кажется, что это что-то хорошее и в целом полезно для ваших отношений и с мужем, и с родителем. Все эти люди могут чувствовать вашу неуверенность, все эти люди могут ощущать ее, вот, и могут, соответственно, пользоваться, пользоваться тем, что вы не очень уверены в себе. К сожалению. Когда мои деньги заканчиваются, все начинают. Так, я могу у него попросить две тысячи, когда мои деньги заканчиваются. Ну, опять же, вопрос личных границ не совсем проработан. Да? Потому что если у вас заканчиваются деньги, то расходы вы, получается, не контролируете. Вот. С одной стороны. С другой стороны, ну, всегда есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, да? Вот. Вот. Которые, там, предполагают дополнительный плат. Ну, дополнительную, дополнительную оплату. Вот. Вот. И нет ничего удивительного в том, что вы действительно можете, там, быть без денег. Это все вопрос, связанный исключительно с, на мой взгляд, вашим мужем. То есть, ну, отношением с вашим мужем. Вот. Я бы так сказал. Вот. Если у вас отношения с мужем не доверительные, если у вас отношения с мужем в какой-то степени вот такие подозревающие, да? Вот. Вот. То, к сожалению, будут возникать, будут возникать такие вот проблемы. Поэтому, работать нужно над этими вещами. Вот. Не совсем понятно, почему муж подозревает половина МАЗП. Я прощу на маму и ставят скандалы, что это не так. Скандалы говорят о ваших проблемах в браке. Ситуация с мамой, это повод. Повод и не более того, это просто повод. Вот. В действительности, проблема в отношениях у вас с мужем. Вот. Потому что... Ну, опять же, здесь вы можете посмотреть в интернете такую психологическую игру. Она называется «Скандал». Скандал, психологический играет скандал, и можете изучить ее в интернете. Вот. Вы увидите, что в общем и целом люди, как правило, вызывают скандал, когда есть... В определенная неудовлетворенность. Вот. Есть определенная подавленная злость, есть определенный подавленный какой-то негатив. Вот. И, соответственно, вот эта вот история, она начинает давить как бы изнутри, вот, на человека. И, по факту, вызывает скандал. Но... Но... Как бы... Основание для скандала может подслужить все, что угодно. И в данном случае, основанием для скандала служит как раз эта ситуация с мамой. Вот. Которая... В любом другом случае, и в любой другой ситуации, может быть... Было вполне вероятно, что воспринимал бы дисболит. Вот. А так... Тут вот есть свои проблемы. Вот. Поэтому... Мне кажется, что... Обратить вам нужно на... Вот эти... Вещи... Своё внимание. Да. Если вы хотите... Решить... Эм... 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 конечно тоже нужна, но мир в неё никак не обойтись, потому что большие отношения с мужем требуют своей корректировки, это совершенно очевиднейший факт. А вам нужно более уверенно продвигать свои интересы и напротив более бдительно обещать свои личные границы, которыми на мой взгляд вы сейчас крайне не внимательны. А напротив вы, по моим ощущениям, как будто ждёте по моему , что люди, как бы, ну, сделают сами что-то для вас, что-то сами сделают, а вы защищать свои интересы не особо-будто. Это некоторая пассивность, пассивность ваша вполне может быть от мамы, определённая жертвенность может быть от мамы у вас. Это совершенно не значит, что ваша мама какой-то плохой человек, ни в коем случае. Вот. Просто, ну, вот в некоторой степени, да, жертвенность передаётся нам от родителей. Вот. И вы вполне возможно у мамы это переняли. Вот. Это не страшно, это можно исправить, это можно подправить, подкорректировать, вот, при желании. Вопрос в том, готовы ли вы к психотерапии, вот, потому что в подобной семейной системе достаточно непростой. Вот. А самостоятельно вам справиться будет тяжело. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...